всем привет продолжаем играть в колобот но я думаю это на текущий момент последняя моя так скажем игра вот так как просто уже нет времени и надо делать обзоры по другим темам там и алгоритмы и язык си плюс плюс и так далее вот поэтому 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 что в прошлый раз я проходил миссию да и вот закончили над этом атаку это 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 я прошел я посмотрел что за следующей миссии потому что вот это амнезия дурацкая миссия в которой надо больше управлять этим космонавтом вот а вот здесь уже более-менее свободная игра программировать надо ботов вот ну и я прошел прошел ну можно 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 давайте давайте смотрите вот сюда что здесь не очень хорошо то что вот свободной миссии вот они открываются по мере открытия то есть по мере прохождения миссии вот тропики открыл и в свободных миссиях в свободной точнее свободная игра вот появилась на тропика то здесь сделаем что хотим вот ну и здесь не открыты все еще возможности то есть не открыты все здания не открыты там все боты вот я так понимаю нужно просто по проходить все эти миссии все полностью тогда уже там примеру последний миссии думаю уже будут у нас открыты все здания на все боты то есть полностью все возможности будут доступны вот поэтому поэтому пока у меня времени на это нет так как я только утром перед работой это быстренько что-нибудь наклепал это иногда она не совсем хорошо выглядит туши наклепал но в любом случае как бы игра интересно если сравнить с теми обзорами игр которые делал то это на мой взгляд наиболее интересная и доработанная игра если брать скрипс но скрипт счетом такое как бы вроде интересно но до определенного момента а потом все начинается начинается тупое задротство переписывание постоянно этого кода и т.д. и т.п. но уже уже не совсем интересно были роботы 3d но там немного неудобно это все программировать и не так все красочно и красиво как здесь ну да ладно давайте меньше разговора давайте перейдем свободную игру на тропике вот и начнем я просто покажу чего там наклепал несколько каких-то скриптов вот вот так а тут совсем свободная просто это еще не запускал о так подождите так у нас может не у нас здесь недоступны подождите к совсем свободная то есть я еще даже не запускал ну да ладно раз так давайте возьмем возьмем этот титаниум и построим то есть возможности здесь на самом деле много как бы по мере я как бы советовал все-таки пройти эти миссии так давайте зовут ботов вот потому что возможностей много и написать можно много чего и плюс мы здесь можно по отрабатывать всякие потренироваться написание алгоритма там для так называемого искусственного интеллекта по управлению ботами так сейчас мы зовут ботов построили и сейчас построим одного бота и по загружаем ему те скрипты которые понаписывал то есть их желательно переписать так как это делал делал вот но их лучше переделать короче так собрать колесного давайте не колесного давайте летающего сборщика так сейчас возьмем батарею ему отнесем вот и загрузим несколько скриптов так но я вижу он титановая руда валяется значит можно строить завод по переработке для этого скрипта у меня нету так батареи загрузили и теперь и теперь так вот у нас есть синий флаг это хорошо теперь давайте выйдем вот ну смотрите давайте добавим программку что я понаписал я понаписал для них и по называл вот такими вот именами но я потом подумал так как это все равно в спешке делалось вот время подумать было уже после я подумал может быть вам идея понравится посоздавать ряд программок и конкретно для каждого типа бота например вот это в летающий граммер ну то есть летающий этот сборщик вот я думал просто там назвать летающий сборщик и программ 0 программ 1 программ 2 программ 3 вот она листочки либо в каждом из файликов иметь описание в виде комментариев, да, там программа 0, находит титан, программа 1, там, приносит титан, программа 2, там, делает еще что-то, вот, потому что здесь ограниченная длина в имени, вот, и приходилось вот так вот сокращать, ну, смотрите, давайте, давайте какую-нибудь программу откроем, ну, вот, например, find, где тут, find titanium и принести к red flag, вот, давайте ее откроем, вот, 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 так, это, а, это вот ссылка на справку, кстати, вот эти вот программки, что я написал, я их выложу на гитхаб, вот, на гитхабе есть уже репозиторик колобот, вот, и там будут лежать вот эти простенькие программки, кроме всего, я туда скопировал программки, ну, которые управляют вот этим всем искусственным интеллектом, муравьями, там, пауками и прочим, да, это я просто зашел в директорию, куда установлена игра, и оттуда просто скопировал, вот, кроме всего прочего, у них на сайте, на официальном сайте колобот, там, не помню, что там, точка орг или точка еще что-то, есть тоже программки, набор программок, которые можно скачать, то есть там в разделе download, там вниз надо промотать, и там будут программки, и, как бы, любой желающий, который может тоже, хочет, ну, добавить свою, какую-то, по его мнению, если программка хорошая, может туда тоже загрузить. Итак, я немного подолбался с движением, в чем заключалось мое долбание, в том, что иногда, вот, go to некорректно отрабатывает, ну, как оно некорректно отрабатывает, то есть, если я куда-то отправляю, и там что-то уже есть, вот, то, как бы, не хочет, как бы, наш граббер, наш сборщик лететь. Ну, понятное дело, к примеру, вот я нашел титан, да, и отправляю, мол, лети туда, ту же координату указывает, соответственно, происходит ошибка. Ошибка здесь в том, как они обрабатываются, ну, то есть, если go to внутри себя столкнулось с ошибкой, то выполнение программы завершается, то есть, бросается исключение, а перехвата исключения нет здесь. Но, что можно сделать? Можно включить такой режим, R-MOD 0. В этом режиме, как все работает? Если go to вернуло не 0, а не 0, это код ошибки, то есть, на самом деле, можно было бы еще позадротить, как бы, ну, и помочь другим, повычислять номера вот этих ошибок и сделать их краткое описание, да, там, R-код, если один, то это такая-то ошибка, два такая-то и так далее. Так вот, когда включен этот режим R-MOD 0, то, если go to вернуло ошибку, программа не завершается, то есть, идет выполнение дальше. Просто в данном случае go to не отработало, но я получил код ее ошибки. И, пока R-код не равно 0, я выполняю этот цикл. Но, по факту, оно отработано, оно работало, по крайней мере, вот здесь, на тропике. Вот. Что я делаю? То есть, бывает, он со старта не может даже ехать. Значит, я просто подымаю, то есть, это... Для летающего сборщика он иногда не может прям поехать к этому куску титана. Почему? Потому что перед летающим сборщиком может быть какое-то препятствие. И уже на этом этапе возвращается ошибка. Ну, я вот... Здесь, конечно, можно проверить, если ты летающий сборщик, если ты только летишь к титану, проверить пространство перед собой. И все такое. Я здесь просто его подымаю на высоту. 20. Вот он взлетает и летит. Вот. Точно так же и обратно. Но иногда бывает затупый. Он может прилететь к этому куску титана, а там он в кустах находится. И попытаться сесть, но не садиться. И постоянно работает этот цикл. То есть, он пытается сесть, но не садится. Пытается сесть. Это крутится, крутится, крутится. Вот. В результате там садится батарея. Вот. Дорабатывать нужно. Вот. Чтобы дорабатывать это, нужно немало времени. Вот. Нужно по чуть-чуть, на мой взгляд. Сначала отработать хорошую функцию Move2, чтобы она обязательно всегда работала корректно. Вот. Ну, ладно. Меньше разговоров. Давайте попробуем выполнить эту программу. То есть, эта программа ищет самый дальний кусок титана. Вот. Вот. Самый дальний кусок. Ага. Вот еще Red Charge есть. То есть, если у него заряд, заряд маленький, то, то-то-то-то-то, то, короче, он летит к Power Station и заряжается. Вот. Очень много, то есть, можно написать цикл. Я этого уже не делал, на самом деле. Может быть, когда-то будет время. Может быть, когда просмотры начнут увеличиваться по этой игре, да, по моим роликам. И люди, буду видеть, что людям интересно. Может быть, я еще сделаю какой-то, ну, добавлю какие-то скрипты и расскажу. Но, можно с помощью цикла получить список всех объектов вообще. И по номерам. То есть, у Титаниума, на самом деле, это там числовое какое-то значение. И по зданиям, и по всему-всему-всему. Вот. Все это можно делать, но особой популярностью пока не пользуются мои эти обзоры. Поэтому, поэтому, поэтому давайте быстро построим еще станцию. А, станции, станции. Вот, по-моему, синий флажок это то место, где можно ставить электростанции. Где она тут? Уже что-то не... А, ну да. Поставит ее? Вроде поставит. Так, ускорим. Так, он заряжается? Лоханулись. Не заряжается. Почему? Наверное, потому что не тут надо было строить. Вот тут было. В миссии. Вот здесь была точка, где можно было бы строить электростанцию. Вот то место. Но почему? Но там был синий флажок. То есть... А, там маркер был. Это не флажок. Блин, я тупанул. Я тупанул. Да, там был маркер. Так, а если мы разрушим? Так, давайте я разрушу. Да, я хочу уничтожить. Окей, ладно. Сейчас я на паузу поставлю. Попробую там поставить электростанцию. Вот. И дальше продолжим. Хотя нет. Давайте не будем. У меня тут вроде была программка, которая говорит Move to Me. То есть двигаться ко мне. Вот она. Так. Этому сборщику я взял титан этот. И сейчас выполним программку двигаться ко мне. Вот. Ну, вот он двигается. Сейчас он. Вон он летит. Он координаты уже знает. Я сейчас отойду. Пусть он сядет. Пусть он сядет. Где он там? Вот. Сел. Молодец. Так. Сейчас в ручном режиме. Сбросим. И попробуем здесь электростанцию поставить. Может быть. Все получится. Так. Где тут электростанция? Титан слишком далеко. Ну, как же далеко, если он недалеко. Так. Здание построено. О. Все. Место правильно. Вот начинается зарядка. Хорошо. Значит. Теперь. Есть у меня. Есть у меня программка. Которая. Ищет дальний кусок титана. Самый дальний. И несет красному флагу. Ну, вот. Чтобы отнести красному флагу. Давайте этот класс красный флаг поставим. Я в миссии этот красный флаг ставил вот здесь. Ну, здесь такое более-менее открытое пространство, где можно делать какие-то постройки. Вот. Я нажимаю вот здесь красный флаг и устанавливаем его. Вот. И сейчас сборщик наш. Давайте выполним программу. Найти дальний кусок титана и принести красному флагу. Но дальний кусок титана, я так понимаю, только вот здесь. Да. Значит, нам надо будет искать руду и носить красному флагу. Ну, это такое. Итак. Сейчас он принесет нам. Нам, нам, нам. Кусок титана. Вот. И загрузим еще парочку программ. Вот. Блин. Надо было вот этот завод ботов там не строить. Да. Чуть-чуть тупанул. Так. Можно ускорить. F7. Нажал. Пусть он принесет. Сейчас положит его. Дадим ему еще такую же команду. Пусть несет. Вот. А я пока, пока построю научно-исследовательский центр. Посмотрим в режиме свободной игры. Что тут доступно. Так. Давайте я тут брошу. Преобразователь. Наверное, все-таки преобразователь построю. Давайте поставлю преобразователь. Есть преобразователь. Поставили. Вот. Этому, скажем, ищи еще кусок. А. Титана уже нет. Хорошо. Давайте изменим программу на Titanium Ore. Вот. И пусть работает. Вот. Ну, по-хорошему, надо было бы, чтобы были просто программки для этого. Чтобы мы по минимуму уже изменяли. Так как уже написана отработанная, отлаженная программа. Она работает. Мы знаем, что работает. А какое-то изменение может привести к чему? Ну, к тому, что построить электростанцию. Нет, нет. Давайте еще один завод ботов. Так. Молодец. Так. Он сейчас, по идее, должен полететь, подзаряжаться. Нет. Летит еще за куском. Надеюсь, батарея у него не сядет. Так. А мы сейчас это отнесем в преобразователь. У меня для этого программок нету. Но мы сейчас построим... Построим этого... Какого-нибудь колесного сборщика. Вот. И посмотрим, что еще за программа. Потому что там у меня программы были ориентированы под ту миссию. То есть там были раскиданы по карте всякие батареи. Их надо было носить, искать и все такое. Вот. Я их носил, искал. Так. Давайте я сейчас построю сборщика. И там парочку программок было. Было парочку интересных программок. Так. Собираем колесного сборщика. Этот пусть... Что с этим? У этого батарея уже на минимуме. Он, по идее, сейчас должен полететь и подзаряжаться. Вот. Все верно. Вот. Он сейчас полетит на Power Station, перезарядится. То есть это в программке есть. И прилетит на то место, откуда его туда послали. Так. Давайте возьмем кусок. Отнесем. Пусть переработает. Так. У нас был построен новый бот. Вот. Но он без батареи. Значит. 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 Сейчас этот прилетит сборщик. А. Да. Ну да ладно. Давайте посмотрим, какие есть программы. У меня была программа, которая искала этих стрелков. И несла к стрелку, у которого нет батареи, батарею. Вот. Сейчас тут. Граб Титаниум. Это взять Титаниум. Это найти Титаниум. Это найти Титаниум и ко мне прилететь. Это найти Титаниум. Потом Ту Фактори и Криэйт. Вот. Это была программка для летающего, по-моему, стрелка. Да. То есть программка искала Титаниум. Дальше. Ехала к Титаниуму. Брала его. Потом шла к Бот Фактори. Потом оставляла этот кусок Титана. Ну, ехала к Фактори этой. Оставляла кусок Титана. Она отъезжала и говорила заводу построить летающего стрелка. Вот. Вот. То есть можно еще для определенных объектов выполнять определенные функции. В данном случае я нашел Бот Фактори и вызываю у него функцию Фактори. Вот. Кроме всего прочего, можно еще... Так, да, смотрите. Фактори, да. Вот категория, что нам надо строить. И здесь еще программ. Я это не пробовал, но насколько я понял. Здесь можно указать программу, которая будет выполняться уже на построенном боте. Но там получается, что бот без батареи. Короче, я этого не пробовал, но бот без батареи получается. И что он там может выполнить, если он без батареи. Так, давайте еще посмотрим, какие у меня были программы. Там вроде бы где-то была программка найти... Вот. Найти батарею. Так, мне надо... Это всех стрелков ищет. Вот. Мы ее сейчас просто чуть-чуть модифицируем. Так, где этот летающий? Долго он летит. Вот. Давайте модифицируем. Это у нас называется... Так, давайте добавим ее сюда. Найти батарею. Вот. Найти батарею и принести ее там к стрелку. Но в данном случае мне не стрелок надо. Мне нужен... Так, мне нужен... Давайте категорию. Мне нужен... Где он? Колесный сборщик. Вот. Вот он. Давайте я его скопирую. Так. Найти всех колесных сборщиков. Вот. Дальше. То есть, радар Ол возвращает массив. Дальше проверить. Ну, пусть шутерсы будут. А если у него нет батареи, то найти батарею и принести. И давайте посмотрим, что будет. Так. Давай. Вот. Ну. Как минимум батарею он нашел и сборщика нашел. Это уже хорошо. Пусть пока занимается. А мы сейчас построим исследовательский центр. И посмотрю в свободной миссии. Что там есть доступно. Вот. Еще раз подчеркиваю. Желательно пройти все миссии. Чтобы были открыты все возможности игры. Потому что здесь, скорее всего, возможности открыты не все. Так. Где тут радарная? Блин. Где это? Что-то я не... А. Исследовательского центра нет. Да. Открыты не все. Короче. Ремонтный пункт. Пункт по обмену информацией. Это неинтересно. Могли бы в свободной игре. Просто без привязки к миссиям. Вон. Прилетел наш летающий сборщик. И поставил батарею. Вот. Ну, хорошо. И отъехал на 10 метров. Ну, пусть... Пусть ищет руду дальше. Этот сейчас можно запрограммировать. Чтобы он искал ближайшую руду. И носил ее в преобразователь. Ну, это не сложно. Вот. Но лучше понаписывать ряд программок. Как я говорил, да. И просто их открывать. Вот. Ну. Думаю, и все. И так уже 23 минуты. О чем-то говорим. А толком, толком ничего не построено. Вот. Но. Но какие... Давайте еще есть программы. Посмотрим. Посмотрим. Так. Найти цел и принести к Power Station. Вот. Это в миссии были разбросаны батарейки. И я здесь написал... Эта программка просто... Они все однотипны. То есть, по факту, вот, тут небольшой какой-то циклик или какие-то действия. А вот это Move to, Recharge, Recharge, да. Это перезарядка. То есть, если у нас уровень батареи маленький, он летит к Power Station и сидит там до тех пор, пока не зарядится. Ну, можно wait без цикла, можно просто поставить wait там на 5 секунд, например. Вот. Но есть программа, которая ищет батарейку. Самую дальнюю, по-моему, а не просто. Просто все батарейки находит, и у которых... Которые не заряжены. И несет к Power Station. Дальше. Найти батарейку и отнести к стрелку, да. Ну, в данном случае это, по-моему, гусеничный. Дальше. Найти батарейку и отнести к летающему граберу. Это к летающему стрелку. Дальше. Найти батарейку и ресерч-центр. Потому что, когда мы строим следовательский центр, он без батарейки. Соответственно, программка находит самую ближайшую полную батарею. Сначала весь список, получаем массив. И берет и несет к исследовательскому центру и загружает. Потому что, когда мы делаем какое-то исследование, обычно на это исследование уходит заряд всей батареи. Поэтому надо, чтобы была такая программка. Ну и дальше, когда какой-то тупняк бывает, что летающий стрелок завис. Он как бы к своему месту приехал, но сесть толком не может. То я написал специально программку. То есть, я его в ручном режиме сажу. Потом граб Титаниум. То есть, он ближайший кусок Титана просто берет, подъезжает, берет. А дальше выполняю программку. А, ну вот. Тут к Red Flag уедет. Вот. Можно разные флаги ставить. То есть, возможностей здесь много. Еще раз говорю. То есть, и программа, и игра интересна. И зданий здесь много. Потому что, судя по справке. Давайте радар, к примеру, откроем. Судя по справке, вот по категориям, да. То зданий здесь немало. Также немало каких-то объектов, которые можно передвигать. Какая-то органическая материя. Черный ящик. Ключи какие-то. Вот. Дальше. Ботов. У нас. Мы знакомы только вот с такими сборщиками. С такими стрелками. Вот. С шагающими. А, с шагающими стрелками не знакомы. С гусеничными, летающими, колесными сборщиками не знакомы. Потом какие-то. Орго стрелки. Дальше фазовый стрелок. Сабер, утилизатор. Ну, короче. Он королева чужих. Яйцо чужого. То есть, сосой, пауком и муравьем знакомы. С этими не знакомы. Мины есть. Какие-то обломки. Вот. Ну и всякие флаги. И т.д. И т.п. Вот. Поэтому довольно-таки возможности здесь не маленькие. Возможности не маленькие. Поэтому, поэтому, думаю, пока все. Так как на это нет времени. Но хотелось бы. Это интереснее, чем все предыдущие игры для программистов. Ну, что еще могу сказать. Играйте. Пишите. Улучшайте. Ну, и спасибо за внимание. Подписывайтесь. Делитесь. Комментируйте. Всем пока.